10 часов утра. На проспекте Красноярский рабочий поток машин скрывается за горизонтом. Пробка ведет к предмостной площади и продолжается на коммунальном мосту. Здесь нанесли выделенную полосу для автобусов и теперь у автолюбителей остается всего два ряда, что сильно затрудняет и без того плотное движение. Впрочем, чтобы попасть на выделенку на мосту, автобусы наравне со всеми стоят в пробке на Красрабе. Получается замкнутый круг. Похожая картина и в других районах. Сразу же на съезде с кольца на улицу Татмина начинается пробка. И здесь же начинается выделенная полоса для автобусов. Кстати, интересно, что соответствующий знак установили, а вот саму разметку еще не нанесли. Это вводит водителей в заблуждение. Тем более, что знак говорит о фотофиксации на этом участке. День за днем выделенных полос в краевом центре становится больше. А 30 октября их нанесут на все 17 участков, что были запланированы. В Советском районе это улицы авиаторов, 9 мая и шахтеров, которые и без того стоят в пробках по утрам и вечерам. Октябрьские железнодорожные районы тоже покроют соответствующей разметкой. А именно, выделинки появятся на проспекте Свободный, Копылова, Красной Армии, Гаденко и Татмина. На всех этих участках, если раньше водители и так плелись в трех полосах, то теперь будут в двух. Все это ради универсиады и требований Международной спортивной организации. Время доставки спортсменов до спортивных объектов, оно очень сильно регимитировано. И для того, чтобы не было проблем с доставкой спортсменов, клинические группы будут двигаться по выделенным полосам. Выделенные полосы у нас, в соответствии с нормативными документами, возможно организовать на дорогах, где три и более полосы для движения в одном направлении. То есть все участки, на которых организуются выделенные полосы, они соответствуют этим критериям. Если в теории соответствует, то на практике выходит иначе. Водителям на некоторых участках физически сложно перестроиться с автобусной полосы в плотный поток машин. Например, на Октябрьском мосту. Более того, выделенная полоса из-за сужения дороги переходит во второй ряд. Из-за этого движение тормозится и возникают аварийно опасные ситуации. Некоторые не успевают вовремя перестроиться и пересекают разметку, попадая под камеры и штрафы. А на коммунальном мосту выделенная полоса и вовсе по ширине не соответствует нормативам. Общественники уверены, что на многих участках эта разметка надолго не задержится. Все они сделаны для объектов универсиады. После того, как пройдет универсиада, выйдут сотрудники ГИБДД, замерят каждый участок ширины проезжей части. Те, что не соответствуют требованиям, там просто заставят отменить выделенную полосу общественного транспорта. А это один из примеров, когда выделенная полоса сама себя не оправдывает. Николаевский мост стал первым, где нанесли соответствующую разметку. Однако здесь курсирует всего один маршрут. Вот он сейчас подъезжает и давайте засечем, как часто здесь курсируют автобусы. Вот мы дождались следующий автобус. Останавливаем время. И интервал между ними составил 16 минут 24 секунды. Тем более, что на прилегающих улицах Свердловска и Дубровинского выделенных полос не будет. Это значит, там автобусам универсиады придется стоять в пробке вместе со всеми. А красноярским водителям остается лишь набраться терпения до марта. И внимательно смотреть под колеса, чтобы не пересечь разметку. Ярослав Цымбал, Севолод Никитин, Енисей. Новости.